Беспроводная зарядка уничтожает смартфон, устроит у меня дома пожар и за пару лет убьет своими супер вредными излучениями. Абсурдно звучит? Думаю, да. Хотя среди нас есть и правда много людей, которые искренне верят, хоть и не в такие абсурдные вещи, но во что-то приближенное к этому. Посему я решила развеять топ-5 мифов или популярных заблуждений насчет беспроводных зарядок. Поехали. Беспроводные зарядки очень медленно заряжают девайсы. Возможно, поначалу эта фраза имела место на жизнь, но сейчас, в 2020 году, все не так однозначно. Если раньше они могли выдавать максимум 5 ватт, то сейчас некоторые рекордсмены достигают и до 20. Современным смартфонам для быстрой зарядки обычно требуется по 10 ватт, а часами наушникам хватает и 5 или даже 2,5. И именно такого стандарта сегодня стараются придерживаться производители качественных беспроводных станций. Безусловно, Super Quick Charge это пока только прерогатива проводного питания, когда ты смартфон можешь зарядить за полтора часа. Блочек для OnePlus вообще может выдавать все 40 ватт. А вот пользователи айфонов знают, что им в коробку вообще кладут адаптер на 1 ампер, который выдает максимум 5 ватт, и заряжать этот айфон надо в вечность. Для быстрого питания надо докупать оригинальный блок на 15-18 ватт, и стоить он будет почти как беспроводная станция. Поэтому 10 ватт как раз оптимальный вариант, как мне кажется. И время зарядки адекватное, и ущерба для девайсов мало. Вот один из примеров – Prestigio Revolt A1. Универсальное беспроводное зарядное устройство с двумя катушками и еще некоторыми пазами и выводами для проводного подключения. И вот тут как раз все реализовано. Одновременно можно подсоединить к большой катушке либо айфон, который по беспроводу забирать сможет только 7,5 ватт, или Samsung с поддержкой беспроводной зарядки. Ему Prestigio даст 10 ватт. Параллельно с этим можно поставить на маленькую катушку AirPods 2-го поколения или первого с дополнительным кейсом, а сверху подсоединить комплектную беспроводную зарядку под Apple Watch. И вуаля, сразу три мобильных гаджета быстро заряжаются. Три часа хватит эпловскому смартфону и по четыре на каждое носимое устройство. А если это был бы, к примеру, Galaxy Note 10, он бы зарядился еще быстрее, так как способен принимать 10 ватт мощности. Но чтобы это все работало так, как звучит в теории, надо не забывать про совместимый адаптер. В данном случае рекомендуется обзавестись блочком с поддержкой Quick Charge 2.0 или 3.0, то есть на 9 вольт и 2 ампера. А также использовать только оригинальный USB кабель, который лежит в коробке. Заряжать батарею смартфона так, как это делает престижи, удается далеко не всем конкурентам бренда, но уже сейчас тенденция становится положительной. Единственная правда про медленный заряд без провода – это то, что коэффициент полезного действия в Wireless Charging ниже, и при равной мощности проводной и беспроводной быстрее окажется проводная. Но не настолько, чтобы от нее отказываться. Беспроводные зарядки убивают батарею и сильно снижают ее емкость. Вот с этим мифом давайте разберемся основательно. Как он вообще зародился? Как я сказала выше, КПД при передаче тока по качественному проводу высокая – большинство нужной энергии достигает заряжаемого устройства. В то же время при беспроводной зарядке какая-то часть энергии рассеивается и преобразуется в тепло. Оно же, в свою очередь, нагревает как и зарядное устройство, так и сам смартфон. Вся эта ситуация, без сомнений, влияет на жизнь любого аккумулятора. Постоянный нагрев для него – это своего рода стресс. Но нагрев-то может быть и при проводном подключении, так ведь? Просто в беспроводном варианте он несколько больше. Но не до такой степени, чтобы значительно израсходовать батарею через два года эксплуатации. Но, помимо всего прочего, беспроводные зарядные устройства используют умные алгоритмы, которые регулируют мощность тока в зависимости от температуры батареи. Как Вася говорил в своем разборе беспроводной зарядки, магнитное поле умеет передавать данные о байтах и битах. Поэтому такие устройства определяют не только нужную силу тока, но и автоматически переводят гаджеты в фоновый режим, если они полностью заряжены. То есть за беспроводными зарядками следить не нужно, они сами позаботятся об устройстве. Для всецелой безопасности достаточно просто не хранить смартфон на зарядной станции. Дополнительными предохранителями от избыточного тепла может послужить активная система охлаждения или же хотя бы какая-то система вентиляции, как выше описанной мною престижию Revolt A1. Прямо над разъемом Type-C у нее есть отверстие для вывода излишнего тепла. И тем не менее система охлаждения не делает эти зарядки монстрами, они способны оставаться симпотными. Здесь у нас, например, металлический корпус, красивые черные вставки по бокам, в целом необычная конструкция, а главное небольшая толщина. А на тыльной стороне аж три резиновые накладки, чтоб зарядка не скользила по столу и не дай бог не уронила твой смартфон с большой катушки. Я пробовала разные беспроводные зарядки и большинство из них предусматривало горизонтальное положение девайс. И я скажу, что вертикальный вариант, как здесь, реально удобнее. Во-первых, места на столе меньше занимает, а во-вторых, как-то понадежнее будет. С горизонтальной лично я частенько случайно цепляю смартфон рукой. Ну, или делать резиновые вставки, как вот тут и в случае с зарядкой AirPods. Ну а вернемся еще к вопросу нанесения вреда аккумуляторам. Даже сегодня некоторые пользователи при соблюдении всех вышеуказанных рекомендаций страдают от слишком быстрого износа батареи при беспроводной зарядке. И это уже напрямую зависит от качества таких изделий. Какая-то малоизвестная прибауда может подавать повышенный или пониженный ток, потому как отправка регулирующих пакетов не осуществляется или работает коряво. Плюс к тому, в таких случаях возможен перезаряд аккумулятора. Так что остерегайтесь ноунеймов и подделок. Электромагнитное поле беспроводных зарядок вредит нашему организму. Скажу коротко и лаконично, если бы это было так, их бы не производили, потому что за безопасностью производимых устройств есть кому следить. Различные комиссии по связи устанавливают множество всяких ограничений и правил для брендов на использование беспроводных технологий в своих девайсах. В частности, Федеральная комиссия США ограничивает мощность излучения до 50 мегаватт на сантиметр квадратный из расчета расстояния в 20 сантиметрах от зарядного устройства. Частота передачи в таком случае должна составлять менее одного мегагерца, а современные беспроводные зарядки в основном работают на частоте 100-357 килогерц, что намного меньше, если кто забыл. При этом выходная мощность каждого трансмиттера должна быть не более 15 ватт. Если же последний параметр превышается, такое устройство требует отдельной тщательной проверки в соответствующих органах. Да и вообще, перед выпуском каждой сертифицированной беспроводной зарядки проводится оценка радиочастотного воздействия со всех сторон устройства на расстоянии 10-15 сантиметров, включая допустимую мощность и частоту. Переменное магнитное поле беспроводных зарядок вредит микросхемам и создает помехи для других электронных приборов. В современных мобильных устройствах нет ни одного компонента, работающего в диапазоне электромагнитных волн беспроводной зарядки. Так что именно катушка зарядки и микросхемы телефона во взаимодействие не вступают. А для того, чтобы близлежащие электронные приборы вышли из строя, необходимо магнитное поле больших величин, чего не встретишь у беспроводных зарядок. Опять же, возвращаясь к вопросу ограничения мощности Федеральной комиссии по связи. Вон купертиновцев как обломали с выпуском AirPower, когда те хотели сразу на одну пластину вставить 16 интерферирующих катушек. В таком варианте магнитное поле было бы сильнее обычного, и мало ли что-то могло бы произойти. Как видите, этого девайса в продаже нет, запретили, однако, так что и волноваться нам не стоит. Все беспроводные зарядки могут одинаково быстро заряжать устройства, поддерживающие эту технологию. По большому счету, сейчас практически все смартфоны и носимые гаджеты, ровно как и беспроводные зарядные устройства, к ним поддерживают стандарт Qi. И он же считается самым распространенным в коммерции. Другие стандарты тоже существуют, например, PMA или Rezents, но до наших широт дошел только Qi, а значит, во всех зарядных устройствах используется один и тот же стандарт. По идее, тогда и такого понятия как совместимость не должно возникать, но нет, тут есть свои нюансы. В любом случае, какая бы ни была заявлена мощность в зарядном устройстве, свои 5 ватт смартфону он сможет выдать, а вот быстрая зарядка доступна будет не во всех случаях. При покупке нужно обращать внимание на сертификацию и совместимость протоколов. Если же такой совместимости нет, то устройство, которому нужно, например, 10 ватт, будет получать только 5. Наверное, именно так начал развиваться миф о том, что беспроводные зарядки максимально медленные. Большинству смартфонов Samsung, Xiaomi и Sony по сути подойдет любая зарядка с поддержкой 10 ватт. При покупке чипа для iPhone следует убедиться, заявляет ли производитель о поддержке 7,5 ватт именно для гаджетов Apple. А вот для Pixel 3 быстрым будет только фирменный аксессуар Pixel Stand или устройство сертифицированное Google конкретно для этого смартфона. В противном случае любая другая зарядка отдаст только 5 ватт. Более того, Pixel Stand не будет быстро заряжать другие устройства, поддерживающие мощность в 10 ватт. Вот именно этот бренд отличается каким-то особым протоколом для быстрой беспроводной зарядки. Но есть и исключения из правил. Huawei Mate 20 Pro и Samsung Galaxy S10, например, поддерживает беспроводную зарядку на 15 ватт. Для таких сценариев нужно только фирменное специфическое зарядное устройство. А вот поддержкой самой быстрой беспроводной зарядки отличился Xiaomi Mi 9, который способен принять 20 ватт мощности. И именно Xiaomi продает соответствующую беспроводную зарядку. Пишите в комментариях, какие мифы на эту тему встречались вам и что для вас стало открытием после просмотра данного ролика. Если он был интересным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Смотрите также видео о ручных настройках мобильной камеры и о том, как разрешение экрана смартфона влияет на его автономность. А ссылки на наши три телеграм-канала с техно-мемчиками, новостями и скидками будут в описании. Пока!